Здравствуйте, дорогие друзья! Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает вам посмотреть видеоинтервью с Борисом Ивановичем Подшиваловым. Борис Иванович – участник литературного объединения творчества имени Николая Михайловича Рубцова, действующего при библиотеке. Он художник, пишет краткие афористичные стихи с философским смыслом. Для Бориса Ивановича свойственно стремление к прекрасному во всех его проявлениях. Он ценит красоту окружающего нас мира и красоту поэтического слова. Борис Иванович, как давно Вы начали писать стихи, что побудило Вас к творчеству? Трудно сказать. Давно или недавно. Десять лет уже начало первых попыток. И в дальнейшем благодаря общению с людьми, которые уже в этом как-то состоялись. И вот последние, из десяти последних, вот сколько лет, шесть, уже в другом качестве, как бы, в качестве подготовки текста, создания, исполнения и так далее. А что побудило? А побудило? Трудно сказать. Обычно что? Вот нужно как-то выразить, что накапливаются какие-то, знаете, ну то, что ты можешь сказать, сообщить. Ты считаешь, что ты можешь что-то сообщить. Только при этом условии. Если тебе нечего сказать, значит нечего. И можешь спокойно так все. А как-то беспокойство внутреннее, что надо, надо, надо. Вот это толкает, заставляет. Можно выражаться доступными средствами в живописи, допустим. Там надо трудиться. Ну, как мне тогда казалось. Это не совсем. Или может быть недостаток этого ремесла, допустим. А вот со стороны кажется, что вот литературный вот эти вот тексты, а что тут, легко, сиди там это, написал что-то и все. А кольца нет, еще тяжелее, еще труднее, намного причем. Потому что в любом виде искусства, вот там музыка, живопись, там, значит, литература, все равно есть основа ремеслу, а дальше уже, уже как бы другой уровень совсем. Ремеслу с ремеслом легче в живописи прожить. Да, заплатят, ты делаешь то, что они просят, тебе люди платят, и ты живешь. Литература немного не так тоже. Есть, значит, разные такие вещи, как песенники, которые востребованы, или просто, значит, узкий круг какой-то. Или там дальше. Ну, в общем, раньше было как-то при советах, допустим, была идеология. Довольно неинтересно. было как бы существовать. Ну, указано, вот делай так, и все, и ты будешь. А сейчас как бы можно свободнее чувствовать. Поэтому интерес вот в этом и состоит именно. Ваши стихи такие небольшие, емкие по содержанию, афористичные, философские. С чем это связано? Да, все с тем же и связано, что, значит, какой-то от чтения книг, от общения с людьми, от созерцания природы. Надо еще прийти к созерцанию природы. Не все приходят. Люди чувствуют все под спудом, но как бы не могут зафиксировать это. А вот я пытаюсь зафиксировать. Вот это вот нужда, необходимость зафиксировать, передать и найти какой-то, кого-то зацепить, который раньше даже и думать не думал человек какой-то об этом, что его можно как-то, ну, вот так, направить куда-то дальше. А какие темы Вы отражаете в Вашем творчестве? Может быть, что-то такое? А, основные темы, конечно, это север. Север. И еще темы такие философские, именно чисто философские, ну, общество. Любовь в меньшей степени, отношения какие-то. Значит, природа, естественно. Вот природа, которую тоже надо уметь почувствовать, передать и так далее. Еще какие могут быть темы общие? Ну, может быть, даже не политика, а такой вот этот фон, вот этот весь, как бы общественный, да. Ну, как публицистика, или как называется. И так далее тоже. Ну, вот так вот. Может быть, проиллюстрировать, а пойти... А, сейчас, минутку. Вы как раз, в основном прочитаете что-то. А, вот просто, просто, как создается, как тексты. Вот у меня. А ты, а ты попробуй, напиши, когда один, пустой глуши, когда один на целом свете, один, один за все. Вот видите, ну, примерно вот с таком. Дальше. Блажен, кто любит и любим, блажен, кто радостен и честен, и кто любовью храним, пускай навеки неизвестен. Так. В душе сомнение родилось, и душу выявило насквозь. Душа сомнение не знала, и свет померк, душа пропала. Борисович, спасибо. Вот я думаю, что такой вопрос вам бы хотелось бы задать. Вы художник. Помогает ли вам, помогает ли вам знание художника в написании вот этих текстов, как вы их не знали? Именно. Это же тоже художественный этюд, ну, описание природы. Ты его должен представлять. Вот ты представляешь, передаешь пару слов там, и другой человек может себе представить. Если хоть минимально, если у него там воображение, там, что-то вот в таком духе, конечно, помогает. И это чувствуется, и это видно, и это должно быть видно, все ясно, что вот словесный этюд, а вот он как живописный, или музыкальный. То же самое. Но главное, цель-то одна, чтобы он был, его как бы затормозить, это впечатление, и чтобы он явственно проявился снова. То есть не уходил вот так вот. Ну, что, приехал человек на природу и жарит шашлыки, ему все нравится, красота, и уехал. У него воспоминания там. И потом он берет текст читать, да, ну, вот это то же самое. Примерно. Ну, так грубо. Я не знаю, читать дальше или пока еще. То есть у вас такие фоэтические этюды. Этюды и есть, да. Они этюды и философские, и, как еще мы говорили, вот эти. Философские на каких-то социальных проблемах, да? Ну, это же все, вот один ком. Все абсолютно. Что входит, ведь как воспринимается, как этими, ну, да, читателями, органами зрения, слуха и так далее. Все воспринимается, все должно быть перерабатываться как-то. И, в общем, ну, люди читают, между прочим. Они вот со школы, видимо, приучены к этому, к рифме. К рифме. И где рифма, они просто западают на эту рифму. И ведь все пословицы русские, они тоже на рифме основаны. У меня сборник пословиц я собрал, тоже хочу издать потом. Но не всех подряд, а которые вот именно под моей редакцией. То, что близко вот этому. И так далее. Там есть просто шедевры. То есть взяли какую-то пословицу, но ее имили, да? Нет, я хочу именно в чистом виде отобрать и подать, что вот она существует. Вот пример такая пословица. Если староста мошенник, то и писарь плут. Ну, как вот. Ну, это ко всему относится. Масштабов, к любому масштабу. И к мелкому, и к крупному, и к разному. Тоже публицистикой такое. И так далее. Столько таких я поразился, когда взял там это. У меня все собранные эти сборники. Ну, какие доступные пословицы. Там много лишнего, много ненужного. Но главное отредактировать. Да, интересно. То есть народная мудрость, она же тоже все. О, да. И вот в этих текстах народные песни, так называемые народные песни, вот постинки старые, они сейчас везде там на продажу. Но там есть народные, доулоенные пластинки, такие они грубые. И там народные песни. А какие тексты у них, это вообще, это сколько ты ни старайся не сложить. Невозможно. Есть авторы, которые поднародные делают, а потом говорят, что это народные. Но это все равно не народные. Все равно оно искусственно созданное. А народные выстраданные как-то по-другому. Вот видите, у меня как бы бабушка из хора Колотиловой. Ну, не родная, но деревня-то, где я детство-то все. Вот почему на севере вот это литературное, вот это творчество, и певческое, и все это, вот оно существует. Ну, оно везде существует, но особенно здесь сохранилось. И вот сейчас там на чумбарах не выставлено, это 90 лет хору Колотиловой. И она там стоит, она была подругой Колотиловой. И там на снимке она. Так что это ниоткуда не берется. Это от бабушки. Ну, от общения, если, да. От общения с ними. Вот. И так далее. Ну, а какие самые любимые поэтические ваши строчки для нас? Может быть, тут что-то есть? Любимые? Они, мне кажется, тексты, вот они крупные особенно, они как все равно как дети. То есть, вот с ними одинаково. Как может быть ребенок лучше? Один, другой хуже. Они могут быть, мне кажется, серии из них могут быть приняты, восприняты. Но для объема, для что-то для издавать, что-то надо и такие, попроще что-то все равно. Потому что мелкие, вот я не могу воспринимать, вот эти вот сейчас издают маленькие, все вот. Ну и объем на большой тоже трудно. В общем, все это сложно. И вот, мне кажется, все, 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 которые, которые из них, часть которых, вот здесь, допустим, я отобрал то, что мне больше, как бы, кажется, ну, чтобы их реализовывать. Дальше. Вот, что еще, не знаю тогда. Почитайте тогда. А, да, ну да. Дивный, дивный мироздание, мутный, мутный небеса, упоительный предание, заповедные голоса. Вот север, пожалуйста. Это, как бы, философия севера. Вот это народного хора и всего этого. Дивный, дивный мироздание, мутный, мутный небеса, упоительный предание. Предание сколько угодно. Тут было сто лет назад. Были люди, которые все, они не могли писать. Вторая бабушка, она писала кое-как. Но она не грамотная была. Это тоже нюанс такой, потрясающий. И вот они все запоминали и передавали словесные. Ну, как древняя Греция. Когда я учился в школе, у меня попались в руки эти вот мифы древней Греции. Я их просто заглотил. Просто. Единственное, я удержал в памяти, вот в классе. Ну, никому, видимо, так не нужно было. И когда тебя вызывают и говорят мифы древней, ну, легко, просто легко. Как будто это ты все сделал. Ну, все там, эти подвиги Геракла, там, Одиссея, дальше там. Это вот основа и есть всему. Не знаю, почему так. Ну, значит, где-то что-то уже в душе было. А уже грубо немножко, ну, придет. Я хотел прочитать. В тот раз, когда читал, пропустил его. Если ты не спивался в России, значит, ты непростой человек. Если денег у вас не просили, не попросят и хлеба вовек. Если ты, выходя на дорогу, не гляделся в рассветную даль, значит, верно. И Богу, и Богу, ты не знаешь тоску и печаль. Любите Россию, любите Россию, любите и я, как мы любим Христа. Любите Россию, любите Россию, она нам навеки дана, неспроста. «Мир тесен, тесен, господа, угрюм и тесен, пишите правду иногда, не надо песен». Вот есть пословица, вот такая, слово, я не знал ее, это пословица, был текст раньше сделан. Там написано «Мир тесен и без ваших песен». Понимаете? Ну, грубая тоже пословица, но она есть, существует. Вот, и так далее. Вы планируете ваш сборник? Сборник, да. Вы пустите выставку какую-нибудь? Выставку, да. Все это. И будет замечательно, если оно будет представлено в нашей библиотеке. Спасибо, да. И на этих картинках будет природа, да? Да, исключительно. Я стараюсь, стараюсь. Вот если прежде, я вам говорил, если прежде как-то заставлять себя приходилось организовывать что-то делать, то теперь это не надо. Я не знаю, откуда. Как вот, знаете, вошло в привычку, вот обязательно надо что-то каждый день что-то двигать куда-то. Даже если времени нет. Но ночами сидеть тоже бессмысленно, потому что ты устаешь за ночь, если будешь, а днем никакой. То же время теряется. Так что тут много нюансов. То есть творчество и тежедневная потребность души, которая помогает жить, развиваться, видеть мир совсем иным. Более ярким, красочным и дырить эти краски другим людям, да? Вот сейчас без творчества просто не выжить. Вот смотрите, сколько людей занимаются сейчас всякими вещами. Там плетение, там, я не знаю, что-то, собирание, чего-то, созидание. Это же, без этого никак. Потому что просто я не знаю причин, но мне кажется, психика под давлением находится, и надо как-то все равно ее сохранять. Иначе трудно. Ну, а как считалось раньше в Древнем Китае императором мог быть только человек, близкий к какому-то художеству? Либо художник, либо поэт. Считалось, что такой человек не принесет людям зла. И вот это всегда. И в музыке то же самое. Музыкант, он как бы по-любому не способен на это как на агрессию, на какое-то зло причинение и так далее. Вот его японские вот по кубоку, знаете, знаком такой? Вот. Это потрясающе. У него вот кратчайшие просто строчка. И вот одно вот я припомню, как сейчас, минутку. Познает, сколько читавших, читавший их, сказал поэт. И в пламя бросил книги. Так у кубоку. У меня есть сборничек. А еще каких авторов вы любите? Тоже на бурниконский поэты есть? Я переводной, не считая переводной вообще поэзию поэзией. Это невозможно. Перевести ты читаешь другого человека, а не этого. Поэтому языку учиться надо было бы в семье в начале все это язык, чтобы вводить. хотя бы одним-двумя. И все. А так это... Ну, у него строки короткие у японского токубоку, да, как исекал токубоку. Такой сборничек маленький. Он был моден в 70-80-х годах. Вот и вышел. и... что я говорила? что-то вот... А других авторов? Еще, может быть, кого-то назовете, кого вы читали, понравился? Конечно. У меня строгий отбор. У меня в активе, знаете, что, вот если так, в общем, это, конечно, ну, кто у нас светило наше все, вот и наше все, как и по имени Саша, да, предположим, Миша, Вермонтов, Миша, дальше кто идет у нас? Чехов Антоша, Гоголь Николай, Коля. Вот, четыре, четыре, вот все, больше никуда, никуда не на. Другие, а женские, конечно, вот Ахматова и Цветаева, вот, пожалуйста. Их уже по именам как-то и не так называть некрасиво. Значит, это и остальные второй эшелон. И откуда оно возникло, все вот это, Аломоносов, а этот, как Горья Тумара, Грибоедов, потрясающе. Это все потрясающе. Жаль, что этого не знают. Ну, когда ты начинаешь шарахаться, а потом, когда отбор происходит, я не знаю, как это все. У Грибоедова тоже очень много осталось вот таких вот метафор. О, уже знакомым сел кратких таких. Он 20 лет создавал вот это вот все. Кто знает об этом? И так далее. Что еще, я не знаю, вот в музыке, конечно, есть потрясающая музыка. Потрясающие эти вот. Я слежу внимательно за каналами. И, значит, сейчас все и интернет, но в интернет у меня доступа нет, пока я не хожу. но имена-то есть, я все записываю, имена там, не знаю, где, ну, как вам назвать сейчас? У меня список отдельный мне. Просто, ну, все выдающе, что есть в мире, вот все это, мое, скажем, болеть тоже, то же самое. Четыре, четыре, там, я не знаю, я их не знаю хорошо, потому что, как ты их узнаешь? Ну, Раймонды, Жизель, там, еще там два имени, два названия. Вот четыре столпа. Так во всем. Наверное, еще солнце, приблизимо. Нет, это как раз, как бы попса такая, да. А это вот такое, значит, для гурманов может быть. Ну, и так же в архитектуре тоже. У нас достижений ведь нет, в России, таких высоких, как в остальном мире. Ну, западном, например, как его, западный, как он называет, коллективный запад. Ну, раньше, сейчас я вообще замечаю, что никаких достижений, ни в чем, ни в каком виде новых достижений, никакого видения, ну, в постановках стараются это выложить, в постановках, в постановке модернизируются, вот эти музыкальные все спектакли, модернизируются, одеваются в костюм, там, вот это, вот это и есть. А вот, конкретно создавать такие, на такого уровня вещи, это и даже дирижерская тоже слабеет. Сейчас уходит опять, знаете, вот эти все темы музыкальные, она уходит в ремесло, ты качественно используешь. Вот эти вот, на экранах у нас, вот эти вот программы, веселуха, развлекуха, вот там ремесло, вот это сколько угодно. А чтобы именно зацепить, зацепить конкретно, и навсегда, вот это, ну, как бы его нет. Это вот было вот фильм, а, я фильмы же забыл, это же вот, конечно же, это вот, мы сами знаем, да, кто, Тарковский, конечно, первейшая, там, ну, и дальше там есть, итальянская, там, западная, там, это потрясающе, там, что такое существует. Мне посчастливилось общаться в этих во всех средах в течение жизни, во всех, ну, музыкально, так, в меньшей степени, а так, я буду здесь на весном уровне. То есть вы вбираете в себя прекрасное в искусстве, и помогает вам в творчестве, прежде всего, и в жизни. С прекрасным жить гораздо легче, умея его видеть, понимать, чувствовать, правда? Ну, это смысл придает, смысл, который сейчас стремительно, теряется, сейчас смыслы как-то, носители смыслов уходят, и они все меньше и меньше. Спасибо вам, Борис Иванович, за интервью. Я считаю, что очень интересный разговор получился. И, наверное, главная мысль о том, что прекрасное помогает жить в наше время. Еще бы, да. Да, обязательно нужно читать книги, поэзию. А у нас ничего другого выбора не остается. Любоваться хорошими картинами, слушать прекрасную музыку. Вот это самое главное. Я вам желаю творческих успехов и перетворения в жизнь всех ваших планов. Спасибо большое, Иванович. Спасибо большое. Вам большое спасибо. 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 Спасибо.